Руль и машина, ну, практически моментально встает боком. Он возможен во многих случаях. Он возможен, конечно, когда вы попали на какое-то скользкое пятно. Может быть, там развито было какое-то масло или еще что-то. Может быть, там, гравий на асфальте тоже он по гравию машина. Колеса катятся как по... Ну, понятно, да, как подшипник получается. Вот. То есть там никакого сцепления, естественно, нету. То есть вот этот вот... Вот этот раз машина встала боком, произошло настолько быстро, что вот мне даже казалось, что я не успел повернуть колеса в сторону заноса. И в этом вся фишка как раз, вот в этих повернутых колесах. Почему? Да потому что, если вы пропустили момент, когда машину можно еще поймать резким поворотом в сторону заноса передних колес, если вы его пропустили, то этого больше не надо делать. Этим будет только хуже. Если вы пропустили этот момент, то руль надо поворачивать дальше, в сторону поворота, как это ни странно. То есть делать наоборот все. Не так, как учат вас поворачивать руль в сторону заноса. Но если машина стоит поперек, то нужно руль повернуть наоборот в сторону поворота, куда вы собирались поворачивать. Зачем? Или вообще ничего не делать. Зачем? Тогда автомобиль начнет крутиться вокруг своей оси, как вы видели на видео. Что и произошло. Когда он крутится вокруг своей оси, естественно, тут же срабатывает правило очень простое, которое я в свое время вычитал в очень умных книжках по теории гонок. Что делать во время аварии? Называется «If you spin the boss fit in». То есть, если вас крутят две ноги в пол, нужно левой ногой выжать сцепление, а правой ногой выжать тормоз. Тормоз-то, конечно, я потом выжил, но сцепление немножко поздное я выжил, и поэтому машина, конечно, заглохла. Это плохо, это моя ошибка. Но вообще, нужно, если вовремя, когда машина начинает разворачивать, и вы уже видите, что сделать ничего не нельзя, а обычно так и бывает. Обычно так и бывает. Особенно на асфальте. Это очень быстрый разворот. Ну и зимой тоже бывает. Такой быстрый раз, машина уже боком встала. И в этот момент сцепление и тормоз. И делать больше ничего не надо. Тогда автомобиль будет просто вращаться вокруг своей оси и останется на дороге. Вы видели, да? Машина осталась на дороге. Она не вылетела в траву. Она не вылетела, да. Тем более. А там после травы начинается еще асфальт. Значит, у него есть кромка. Если машина боком туда ударяется, она переворачивается и так далее, и так далее. То есть, это очень важный момент, потому что я вспомнил историю, как погиб мой наставник в автоспорте, Володя Трушин, на трассе Пикернейки в Риге. Это была тренировка перед выездом сборной СССР в зарубеж. И были такие сборы. И вот он у него как раз поставил машину боком на большой очень скорости. И машина по касательной вот так вот, ну как бы боком скользила, скользила, скользила. И она вышла за пределы трассы и ударилась, представляете, водительской дверью в торец отбойника. А там была очень высокая... Ну, конечно, он погасил скорость, но вот в тот момент, когда его ставило, скорость, наверное, была километров 160-170 часов. Вот. И он скользил боком. И я просто подумал, что, конечно, он повернул руль в сторону заноса чисто инстинктивно, понимаете? И вот как бы машину в этом равновесии поймал. И она вот так вот боком скользила. А если бы он не повернул руль в сторону заноса, она бы начала крутиться. И она бы не уехала с дороги в этот отбойник, понимаете, да? То есть это очень важный момент. Есть такое положение автомобиля на дороге, когда его стало разворачивать, когда уже не надо ловить автомобиль. Сделаешь только хуже. Тут сделаешь только хуже. Единственное, что нужно сделать, это сцепление тормозом. Я это сделал, но... А почему вы это... Вы же это наверняка сделали на автомате. Я сделал... Рефлектуру. Я сделал это на автомате, но я признаюсь... А почему он этого не сделал? Я признаюсь. Нет, ну, во-первых, я это все знал. Те же самые рефлексы? Во-первых, я все это знал, что так надо делать. А в то время у нас был железный занавес, и гоночной теории никто не знал. Потому что это было-то в каком году? В 79-м. Это было в 79-м году. И его друг, тольятинец Ювеналий Крюков, друг Володя Трушина, он сказал тогда тренеру сборной СССР Андрееву, говорит, ну, у нас такой трагичный случай, мы должны отменить сборы и ехать в Москву, хранить нашего товарища. А тот ему сказал, конечно, как я могу отменить сборы, ты вообще что говоришь? И тогда Ювеналий Крюков уехал в Москву, не поехал на сборы, не поехал никуда, и вообще закончил заниматься гонками, между прочим. То есть совершил такой волевой поступок, вот его лучший друг разбился, и он из гонок ушел. Вот такой был факт. Не смог пережить. Не смог на это пережить. И, конечно, интересно, ну вот, а что вот в любом фатальном каком-то случае, конечно, хочется все равно разложить по полочкам механику эту. И понять, понимаете, там говорят, ну, сделали красиво, конечно, в фильме «Раш», когда Никки Лауда на Нюрнбург-Ринге разбивается, сделали красиво, там лопнула подвеска. Там никакая подвеска не лопнула, есть видео, он просто сделал ошибку пилотирования. Как говорят гаишники, не справился с управлением. И я тоже сейчас вот в этом видео тоже не справился с управлением, ну, потому что я повернул руль, и машина сразу же занесла. Причем этот занос, он такой вот резкий, и, конечно, ничего не... Вот потом я посмотрел, конечно, я потом уже немножко повернул руль в сторону заноса, все-таки рефлекс сработал. Потом, конечно, я все-таки затормозил, и, конечно, я выжил сцепление, но поздно. Но просто вот этот сам момент, Ольга, понимаете, это происходит все внезапно, и здесь самое важное, что мы должны понять сегодня из нашей передачи, вот эта вот наша фишка водительская, наш ноу-хау, наш прием знаменитый состоит в том, что если машина поперек дороги встала уже, то сцепление и тормоз. Но если у вас автоматическая коробка, просто тормоз. Просто тормоз. Ну да, там нет сцепления как такового. Просто тормоз. Просто тормоз. То есть просто тупо вдавливается тормоз до упора, да, и держится. Да, и в этот момент руль, повернутый в сторону заноса, может только навредить, потому что тогда автомобиль куда-то поедет, в каком-то направлении. А лучше бы он в этот момент просто начинал крутиться. Видели, как быстро он остановился? С фиксированными колесами. Да. Потому что тормоз держится при этом зажатке. Да, да, да. Вы видели, как быстро на видео, как быстро остановился автомобиль. То есть в момент заноса скорость была, кстати говоря, ну километров 90 в час. Сколько там всего? Ну 20 метров, и он стоял. Понимаете, да? Мне кажется, даже больше было. Что? Чем 90 у вас. Ну где-то около 90. И оборот на 180 градусов, и все, и автомобиль стоит. Потому что, когда заблокированы шины, и он вращается. Это самый эффективный тормоз. Понимаете, да? Все колеса вращаются, и он очень быстро останавливается. Быстрее, чем если бы я тормозил по прямой. Вот это самое главное, конечно, то, что вы сейчас сказали. Заблокированные колеса останавливаются быстрее. Мобиль, когда он вращается очень быстро. Да, и в общем, получается, что и траектория его движения, она оказывается более предсказуемой, чем если... Ну, конечно, она является продолжением того, как он ехал. Да. Понимаете, да? А если бы я ловил его рулем, но запоздавшие действия дел, он бы поехал куда-то по касающему. Еще бы болтались по колесам. Прево или вправо куда-то бы он. То есть, короче, он вылетел сторонник. Это очень важное правило. Очень важное правило. Очень важное правило. Да, поэтому я, знаете, я вспомнил моего друга Петю Мамонова, который мне иногда рассказывал, как его вертануло где-то. Но потом он всегда, что мне очень нравилось, говорил, ну и в конце концов, Мерседес меня спас. Поэтому мне это нравится, в принципе. Потому что это очень понятно, да? Что он сделал что-то не то, но Мерседес его спас в конце концов. Поэтому я тоже решил, что в этой ситуации произошла вот такая история, что машина пошла в занос. Ну, а так как я ехал на Ладе Весте, то Лада Веста меня спасла в этой ситуации. Видели, да? Такая желтенькая. Как такси. И как раз я в этот момент и работал таксистом на трассе в перерыве. Вот. Катал я в тот момент женщину. Но я думаю, что она так ничего и не поняла. Слава богу, я извинился. Свалил на колесо. Я говорю, там, наверное, колесо лопнуло. Но не буду же я женщине говорить, что это моя ошибка. Правильно? Или надо было сказать? Ну ладно, Ольга, вам... Нет, вам бы я сказал. Нет, я бы поверила всему, что вы мне сказали. Вот. Ну, так тоже не надо. Но надо было только поверить, конечно, тому, что вот это... Я уже один раз в прошлом году готов.